У час заснования, у червяня 1986-го, институт радиологии назывался белорусским филиалом Всесоюзного науково-доследчика института сельско-господарчей радиологии и экологии. У сучасных будинок науковцы переехали у 94-м. До этого установка находилась на улице Барыкина, тогда выбирать не приходилось. Необходно было терминово браться за справу. У 1986-м годе не только по Гомеля, во всей Беларуси не было практически ни одного наукового коллектива, где бы занимались питаниями радиологии, радиобиологии, радиоцины, медицины. Первые специалисты с опытом ликвидации радиоциных аварий приехали сюда с Россией. На этом стенде фотоземки того часу. Так все начиналось. Разом с кадрами, до речи, у Гомель тогда привезли и специальное обсталевание, какого в Беларуси так само не было. Это позволило створить базу для науковых доследований у парозных накерунках. Пропоновали добавки для живел, которые позволяли отримывать бош чистым молоком. Распроцовывали методики вызначения щельности заборудживания бесконтактным способом. Выучали, какие культуры и на каких хлебах можно выросшивать без шкоды для здоровья. На поставе отриманных дадинах распосюдживали рекомендации по удосконаливанию технологии в творчестве сельскохозпадачи продукции. По великим рахунку, у тем, что сегодня у потерпелых районах кажут об развитии, а не выживании, заслуга у темнику и супрацовнику института радиологии. С деятельностью установы связываются и планы на перспективу. Самое главное – это выходить на вопросы реабилитации, чтобы эта земля возрождалась. Возрождение районов Хойники, Брайн, Наровли, пострадавших. Так, чтобы вот эти земли наполнялись жизнью. Я вот вижу это так. Институт радиологии – один из распорцовщиков концепции державной программы по передоливанию наступствов катастрофы на Чарнобыльской атомной станции. Сирот опошенных распроцовок – специальное программное забеспечение, какое дозволяя робить прогноз ситуации на конкретной территории. Плюс доследование таких трансурановых элементов, как америца и плутоний. У Вогули только за опошенные пять годов у Института радиологии укоранили больше 60 науково-достейших распроцовок к поведению и творчеству на потерпелых территориях. В рамках государственной чарнобыльской программы реализуется ряд специальных инновационных проектов, которые направлены на создание новых производств в сфере агропромышленного комплекса, создание новых рабочих мест. Институт ведет научное сопровождение данных проектов. Специалисты Института активно внедряют те наработки, которые в Институте накоплены за три десятилетия. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, Телерадо и компания «Гомель».